Талгат Нурсиитов 27 лет преподает историю в школе-гимназии имени Малика Габдулина. С самого начала квалифицированный специалист преподает историю не только по письменным источникам, но и по изучению подземных и наземных артефактов. Ученики участвуют в археологических раскопках в разных уголках Кокшетау. Найденные экспонаты находятся в школьном музее. В 1994 году мы открыли историко-этнографический музей, посвященный 50-летию Великой Отечественной войны. В нем находятся четыре выставки. В основном все зависит от местной истории. Первая выставка посвящена наследию, найденному при археологических раскопках. Она делится на четыре этапа. Летом привлекаем детей к раскопкам. В этом году мы изучали памятник истории Эни Олита недалеко от Кокшетау. В своё время в 2000-х годах доктор исторических наук Виктор Фёдорович Зайберт вместе с американцами начал изучать эту местность. Сейчас там осталось около 50 нераскрытых памятников. В этом году мы изучили один из них. Чтобы заинтересовать детей к изучению предмета, педагог использует методику «Каждый ученик-исследователь». Школьный музей всегда заполнен посетителями. Древние экспонаты в нём размещены поэтапно. «Часто встречаются и предметы, которые используются в быту в зависимости от традиций местных жителей. Есть и экспонаты с советского периода. Есть интересные находки наших соотечественников, сражавшихся в локальных войнах». На сегодня фонд Школьного музея насчитывает более 300 экспонатов. Также ещё с 1994 года существует старинный журнал с отзывами посетителей. По словам Талгата Нурсиитова, многие учащиеся, которые самостоятельно изучали историю, в настоящее время занимаются археологией. Зерина Женисбекова и Саулья Сьезбек, Медед Кайркенов, Алмаз Адвакаса, Кокщак, Парад.